Здравствуйте! В эфире Инсталайв с Институтом физики Казанского федерального университета. Сегодня мы поговорим о магистрской программе физико-перспективных материалов. В ходе прямого эфира вы сможете задать все интересующие вопросы по поводу поступления, как подавать документы, как будут проходить вступительные испытания и об особенностях учебного процесса. На вопросы сегодня вам будут отвечать проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Альбертович Таюрский, заведующий кафедрой физики твердого тела Елена Валентинова-Воронина и заведующий кафедрой оптики и нанофотоники Алексей Алексеевич Калачев. Итак, я думаю, мы можем начинать. И самый первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой программе. Давайте я начну чуть-чуть. Уже по названию нашей магистрской программы физико-перспективных материалов, которые соответствуют направлению физика 03-04-02. Цель этой программы состоит в том, чтобы получить на выходе выпускника, который сможет разрабатывать новые материалы. Что такое новые, инновационные, перспективные материалы? Это материалы, которые изготовлены, разработаны, сначала задуманы таким образом, чтобы соответствовать требуемому набору эксплуатационных, физических, физико-химических характеристик или требований. В том числе и те, которые выходят за рамки требований сегодняшнего дня. То есть, чтобы эти материалы имели в будущем тоже потенциал. Наша образовательная программа охватывает весь цикл создания вот таких новых материалов. От фундаментальных исследований и проектирования, или это называется инжинирингом, расчетом свойств на атомарном уровне, до создания прямо прототипов элементной базы для спинтроники, наноэлектроники, сенсорики, квантовых информационных систем. Наша образовательная программа идеологически объединяет четыре магистрские программы. Физика конденсивного состояния, теоретическая и математическая физика, физика атомов и молекул и физика сложных систем. Руководители в свое время в институте физики, эти программы были открыты, не все одновременно, одна, другая, третья. Сейчас наша программа это наследница этих четырех магистрских программ. И хотелось бы попросить немножко рассказать об этих направлениях внутри нашей программы их руководителей. Дмитрий Альбертович руководил программой магистрской физикосложных систем. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Я немножко дополню. Вообще говоря, заниматься наукой о материалах это есть очень благородное дело. История человечества это есть история веков материалов. Вот посмотрите сами названия. Каменный век, бронзовый век, железный век, нынешний век называется силиконовым веком. Не потому что из силикона что-то там делается, а потому что в основе всех информационных технологий лежат процессоры, которые на основе кремния, сделаны оксиды кремния, структур, связанных с кремнием. Поэтому, вообще говоря, успех любой цивилизации определяется тем уровнем развития материалов, которые она имеет. И наше будущее невозможно без новых материалов. Материал это есть то, из чего создается вся наша окружающая действительность. Мы не сможем увеличивать бесконечно быстродействие процессоров-компьютеров. Министеризация микроэлектронных систем тоже достигла своего предела. Есть физические законы, запрещающие делать микроэлектронные устройства меньше, чем они сейчас есть. И поэтому нужны новые материалы, новые подходы. И как раз здесь направление магистрских программ физико-перспективных материалов отвечает на эти вопросы. В институте физики реализован полный цикл научного исследования. Мы не просто берем откуда-то материалы и начинаем их исследовать. Мы не просто исследуем синтезированные у нас материалы. Мы начинаем работать от задачи. Что такое работать от задачи? Мы имеем очень хороший компьютерный класс, соответствующий программное обеспечение, которое нам позволяет моделировать материалы, которых не существует в природе, но исходя из задачи. Вот мы говорим, нам сегодня требуется материал вот с такими-такими-то свойствами. Грубо говоря, мы говорим компьютеру, выдай нам материал вот с такими-такими-то свойствами. И компьютер нам выдает ряд структур, которые могут обладать этими свойствами. Дальнейшая задача исследователей состоит в том, чтобы эти структуры синтезировать. И это тоже можно сделать в рамках института физики. И затем посмотреть, удовлетворяет ли синтезированность структуры тем свойствам, которые мы хотели, чтобы они удовлетворяют. Если они удовлетворяют, замечательно, мы можем отдавать это в дальнейшую разработку, искать новые материалы. Если нет, то нужно вернуться назад, посмотреть, где мы свершили, может быть, ошибку, и все это сделать. Но при этом возникает очень интересная особенность, которая нашла свое отражение в программе физика сложных систем. Вот весь предыдущий прогресс физики был сделан на очень удивительном открытии, которое было сделано много-много веков назад, на принципе редукционизма. Что свойства большой системы можно свести к свойствам частей и ее составляющих. То есть не нужно изучать свойства всех молекул идеального газа, можно посмотреть свойства одной молекулы, а затем взять и все это собрать, и получается свойство газа. Так вот, развитие науки привело к тому, что ничего подобного. Самым ярким предметом таких сложных систем, когда сумма свойств частей системы не дает свойства самой большой системы, явилось развитие нанотехнологий. Если мы сложим две буханки хлеба, то мы получим одну буханку того же хлеба, но в два раза большего размера. Но если мы сложим две наночастицы, скажем, оксида цинка, то мы получим тоже наночастицу оксида цинка, но которая будет обладать совершенно иными свойствами. Но я могу сказать так, что, например, наночастицы оксида цинка размером 7 нанометров, насколько я помню, они являются ингибиторами, то есть подавителями роста раковых клеток, а наночастицы размером 9 нанометров, наоборот, способствуют развитию раковых клеток. То есть вот размер имеет значение, это то, что сказал когда-то великий Фейман, и действительно здесь размер имеет значение. Так вот сложные системы, изучать которые очень непросто, но они же сложные, конечно, их непросто изучать, но их непросто изучать не потому, что там чего-то очень много, а потому что нет подхода универсального, как мы привыкли изучить. Как ребенок, чтобы изучить, что находится внутри игрушки, ее разбирает на части и смотрит, что там внутри, и потом пытается составить, как работает эта игрушка, то вот здесь это не получается. Нужно изучать всю систему целиком. Здесь совершенно иная математика, в которой 2 плюс 2 не равняется 4. И новые физические, новые математические методы, которые при этом необходимо разработать, это есть то направление, которое занимается физика сложных систем. Ну а вообще говоря, сегодня физика, это является такой базисной наукой, которая по крайней мере, по крайней мере, я не говорю там про многие, то, что сейчас мы можем предложить в нашем Казанском федеральном университете, является базисом для двух очень важных технологий. Это нанотехнологии и квантовые технологии. И вот про квантовые технологии, наверное, лучше всего расскажет Алексей Алексеевич Кулачев, заведующий кафедрой оптики нанофотоники, директор физико-технического института Казанского центра Российской академии наук. Спасибо, Николай Алексеевич. Да, действительно, добрый день. Я думаю, многие из вас слышали про квантовые технологии. Это очень актуальная область исследований сегодня. В рамках этих технологий разрабатываются квантовые компьютеры, системы квантовой связи, квантовые сенсоры, которые обещают увеличение быстродействия вычислительных систем, повышение беспрецедентной безопасности систем связи и беспрецедентное увеличение точности измерений, что можно делать с помощью квантовых сенсоров. И вот в рамках данной магистрской программы вы можете прикоснуться к этой области, попробовать себя в этих областях. И, безусловно, разработка новых материалов здесь играет ключевую роль, потому что перспективные новые материалы нужны, например, для систем квантовой памяти, для создания квантовых сенсоров, ну, в частности, вот мы занимаемся сенсорами на основе центров окраски в алмазе, для источников неклассических состояний света, которые можно использовать в системах квантовой связи и в системах оптических квантовых вычислений. И здесь я тоже могу отметить, что исследования в этой области они будут вестись и ведутся в тесном сотрудничестве с Казанским физико-техническим институтом. Можно делать и экспериментальные работы, и теоретически, ну, в лабораториях физтеха, в частности, заниматься такими вопросами, как разработка однофотонных источников на основе нелинейных оптических явлений, которые широко используют в системах квантовой связи. Опять же, квантовые сенсоры на основе центров окраски в алмазе. Сейчас в институте создана новая лаборатория в рамках Мегагранта, она так и называется, квантовая оптика в алмазах. И руководит этой лабораторией американский ученый Фил Хемер, который из-за пандемии, конечно, сейчас сложно приехать, но, в принципе, он каждый год по многу дней проводит в Казани. И мы и студентов, и аспирантов обязательно приглашаем, так сказать, всех, кто хочет, может с ним, так сказать, пообщаться, познакомиться. Но главное, можно начать работать непосредственно над проблемой создания квантовых сенсоров, например, на основе кремниевых центров, НВ-центров, германиевых центров в алмазе. Это все очень интересные, перспективно, быстро развивающиеся направления. Кроме того, сенсоры можно создавать на основе наночастиц, которые можно использовать для исследования биологических систем, для тестирования тех же самых инфекций. В общем, здесь масса приложений. И вот это все материалы, перспективные материалы, которые составляют, может быть, основу развития квантовых технологий. Вот тем, кому это интересно, конечно, могут, так сказать, вот как раз прийти в эту магистрскую программу и попробовать себя в этой области. Ну вот, пожалуй, все. Значит, перейдем к следующему вопросу. Вопрос такой, что будет из себя представлять выпускник в этом направлении? С каким багажом знаний и умений он выпустится из вуза? Ну, хорошо, давайте я отвечу, попробую ответить на этот вопрос. Вот для нас важно, чтобы выпускник наш был способен работать, вообще говоря, в любой области физики. Потому что, конечно, мы можем сейчас сказать, что, да, он будет специалистом в области, скажем, перспективных материалов. Ну, например, он будет специализироваться, его работа выпускная квалификационная, например, будет связана с рентгеноструктурным анализом. Он, естественно, освоит соответствующий прибор, работа на этом приборе. Но эти приборы меняются каждые 10 лет, как минимум. И технологии меняются очень быстро. Поэтому выпускник этой программы будет готов работать в ведущих научных учреждениях мира, я не утрирую совершенно действительно так, на самом современном оборудовании. Будет способен быстро адаптироваться к новому оборудованию. Может быть разработчиком нового оборудования. Он может работать в высокотехнологичных компаниях, которые занимаются разработкой, поиском новых материалов, и быть постановщиком задач в таких компаниях, с тем, чтобы эти задачи передавать в соответствующие лаборатории, Академии наук, научно-исследовательских институтов, университетов и так далее. Мы стараемся готовить человека, который будет обладать не просто багажом знаний, как вот набитая книжная полка, а человек, который будет обладать компетенциями, позволяющими постоянно совершенствоваться, имея, конечно, очень хороший базис фундаментального образования в области физики, а этим всегда славился и Советский Союз, и Россия, и наши выпускники до сих пор ценятся именно фундаментальной подготовкой, но в то же время он способен работать в любой отрасли науки, в любой отрасли индустрии и в любой отрасли экономики, которую вы не возьмете. Я вам приведу пример. Из института физики вышли ряд политических деятелей. Бывший марказани, Эмилис Хаков был выпускником института физики, директор КАМАЗа, генеральный директор КАМАЗа Сергей Анатольевич Кагуин, выпускник института физики. Вообще физика дает самое хорошее образование. Ну, раз уж зашел вопрос о том, кто будет заинтересован в выпускниках, вот как вы отметили, в них будут заинтересованы ведущие научные компании. И такой вопрос может быть на реальном каком-то примере, конкретно вот куда может устроиться выпускник этого направления. Ну, пожалуй. Я могу сразу ответить, да. То есть, поскольку я здесь представляю еще и казанский физтех, казанского научного центра, то есть, безусловно, это вот та научная организация, где можно потом трудоустроиться. У нас есть, во-первых, молодежные лаборатории, их пять, вообще в Казанском научном центре есть пять молодежных лабораторий, специально ориентированных на то, чтобы можно было трудоустроить и принять туда молодых сотрудников. Причем это даже не аспиранты, вот именно могут быть уже и магистры, которые могут принимать участие в научных исследованиях в этих лабораториях. Опять же, есть несколько крупных проектов, где тоже можно в течение там ряда лет принимать участие и, соответственно, работать уже как научный сотрудник. Ну и в перспективе, конечно, происходит омоложение состава института и казанского научного центра в целом. То есть, есть реальные перспективы трудоустройства, вот, например, у нас. Ну, наверное, можно еще какие-то примеры привести. Не только научно-образовательные учреждения, но и предприятия промышленные, там, где есть лаборатории, в которых осуществляется диагностика материалов, контроль материалов, то есть контрольно-измерительные какие-то действия проводятся, либо, ну и даже далеко ходить не буду, например, Казанский моторостроительное объединение. Казанское. Так, там есть, например, лаборатория электронной микроскопии или участок электронной микроскопии, где стоят современные электронные микроскопы. Пожалуйста, наши выпускники должны уметь уже пользоваться этим, должны уметь диагностировать материал, должны, в принципе, вот, как Дмитрий Альбертович говорил, найти подход к улучшению свойства этого материала, так, не только задумать, продумать, и продумать, как осуществить, достичь этого свойства потом. Вот. Нефтяного комплекса, это материалы для катализатора, да, для химической промышленности и для нефтехимической промышленности. То есть, наши магистранты тоже работают в этой области довольно много. Ну, я еще добавлю то, что ведь задача нашего образования не просто удовлетворить рынок, спрос рынка, того, чего сегодня есть, требуются, какие сотрудники, но и создать рынок будущего. Вообще, роль университетов, это не просто удовлетворить потребности рынка, подготовить для работодателей, соответствующих работников, это создание рынка будущего. Об этом я, кстати, говорил в Инсталайфе, когда мы говорили про программу Инноватика. Так вот, выпускники магистрской программы физико-перспективных материалов, они могут и должны, с моей точки зрения, часть из них, думать о создании малых предприятий, бизнеса, по высокотехнологическому бизнесу, по внедрению, разработке новых материалов, ведь не обязательно иметь очень большой завод по производству каких-то материалов. Часто таких материалов нужно достаточно небольшое количество и создать малое предприятие по производству таких материалов не представляет большой сложности. Но главное, чтобы они были востребованы на рынке. Поэтому наши выпускники не только должны удовлетворить требованиям рынка, они должны сами создавать рабочие места и сами их формировать в будущем с тем, чтобы развивать свои амбициозные цели, но и подтягивать за собой других. Значит, следующий вопрос такой. Давайте теперь поговорим немного об учебном процессе. Вот чему именно будут обучать студентов этого направления? Что их ждет? Ну вот особенностью этой программы является то, что в ней на самом деле очень гармонично сочетаются теоретические дисциплины и огромное количество практик. То есть в магистратуре всегда много часов отводится на производственные или научно-исследовательские практики. Ну там один из видов практик. У магистров этого направления есть еще и педагогические практики. То есть они там тоже обучаются процессу педагогическому во время прохождения этой практики. И вот если теоретические дисциплины заслушиваются в аудиториях, проводятся там практические занятия, которые относятся к этой теоретической дисциплине, то есть целый огромный блок времени, который отводится для магистрантов, чтобы они выполняли или занимались своей научной работой, в которой они интересуются, в огромном количестве научно-исследовательских лабораторий, которые имеются в Институте физики и в университете. Вот этот список на самом деле очень большой. Я чуть-чуть просто. Синтезы и анализы тонкопленочных систем. Резонансная интерференционная гамма-спектроскопия перспективных материалов. Безборгская оптика. Необычная сферопроводимость и магнетизм. ЯМР-структура. Диэлектрическая спектроскопия. НИЛ сильно коррелированных электронных систем. НИЛ фемтосекундной спектроскопии. НИЛ теоретической и компьютерной физики и так далее. А. Компьютерного дизайна, например, новых материалов. НИЛ квантовой оптики, нанофотоники, оптической спектроскопии. То есть как только магистрант пришел в эту программу, поступил сюда, он сразу же начинает взаимодействовать со своим научным руководителем. Он привлекается или вовлекается в широкий круг реальных, выполняемых в институте задач, научных задач. По синтезу, диагностике или разработке. То есть по своим наклонностям он может по своим предпочтениям выбрать ту или иную тему и работать в конкретной лаборатории. И еще есть одна вещь. Кроме практических таких занятий, в нашем учебном плане предусмотрен очень большой блок дисциплин по выбору. Поэтому в принципе каждая группа, это не очень большая, 16-17 человек наберется на эту программу. Каждый человек, варьируя эти дисциплины по выбору, может построить сам для себя образовательную траекторию, которая ему нужна, интересна, в чем он дальше будет специализироваться. Это очень удобно. То есть кроме базовых дисциплин есть большой блок дисциплин по выбору. Ну вот раз уж зашла речь о практике, то есть получается студент может как в университете ее проходить, так и за пределами. Вот можно подробнее об этом? Вот, Дмитрий Альбертович, нынче открыта у нас программа двойных дипломов, да? Ну я хотел напоследок оставить, раз уж вы сказали. Да, действительно, эта уже программа не первый год реализуется у нас. Одновременно с набором магическую программу физико-перспективных материалов сейчас открыт набор на программу двойных дипломов с Японским университетом города Конозавы именно по программе физика, по направлению, скажем так, физики, но с упором на новые материалы. Эта программа реализуется уже не первый год. Сотрудничество с университетом Конозава у нас, дай бог, более 25 лет, так и достаточно успешно. Я сам работал там и продолжаю работать в этом университете. Вот, кстати, раз уж зашел разговор об этом университете, то там у меня был тоже ряд студентов, выпускников и магистратуры, и аспирантуры. Вот спрашивали, где они могут работать. Ну вот, например, все мои почему-то аспиранты в Японии, те, которые не пошли в науку, они пошли работать в компанию Honda R&D, это Racing Development. Почему компания Honda, я не знаю, но вот почему-то они все работают сейчас и усовершенствуют автомобили фирмы Honda и занимаются материалами для этого концерна автомобилестроения. То же самое и у нас. Ну, у нас таких лабораторий пока что сейчас центров у высокотехнологических компаний мало, но их нужно создавать. И задача наших выпускников как раз в создании таких центров, именно центров Research and Development, то есть исследования развития для высокотехнологичных компаний. Что касается прохождения практики, то да, действительно, наши студенты проходят практику не только в лабораториях университета, они проходят в лабораториях Казанского научного центра, проходят практику в лабораториях московских академических институтов, проходят практику в Институте объединенных ядерных исследований в Дубне и могут выполнять и там работы, связанные с материаловедением в области ядерных технологий. Здесь спектор очень велик, и все зависит только от желания самого студента. Ну вот мы, получается, поговорили немного об учебном процессе, вы нам все рассказали, и теперь вот, наверное, к самому такому главному вопросу перейдем. Как все-таки сюда поступить? Поэтому вопрос такой, как будут проходить вступительные экзамены в этом году? Ну, проходить они будут в онлайн-режиме на платформе Microsoft Teams, после того, как будут поданы все заявления, документы, будет создан личный кабинет, большинство умеют уже там пользоваться им. Создана в данный момент уже существует на этой платформе команда по приему вступительного экзамена в магистратуру физика и по магистрской программе физико-перспективных материалов. Так, 19 августа в 4 часа будет консультация в этой же команде вечером, а утром 20 августа будет проходить экзамен. То есть им будут даны, каждому из них будут даны два вопроса, они подготовят эти вопросы, могут сделать какие-то записи для себя, потом присоединятся к комиссии, и комиссия с ними побеседует по темам этих вопросов. А как, получается, можно подготовиться? Вот есть ли на сайте, например... Да, на сайте, конечно, на сайте приемной комиссии висит там программа, называется, вступительных испытаний. Нужно найти этот файл, выгрузить его и посмотреть эту программу. А до какого числа можно подать документы? До 18 августа. До 18 августа. Последний день, 18 августа. А теперь такой вопрос по поводу иностранных студентов. Вот они учатся вообще на этом направлении или нет? Ну, немного бывает каждый год. Немного это значит один, два, три. Вот в этом году закончил у нас выпускник был с Кубы. Иван Бради Хименес. Отлично защитил, закончил магистратуру, защитил диплом на отлично, и уехал, наверное, на Кубу. Ну, опять же, я здесь дополню, что в рамках этого направления здесь программа двойных дипломов, и ежегодно 3-4 японских студента приезжают на включенное обучение в эту программу, то есть они получают тоже два диплома, диплом Казанского университета и диплом Японского университета. Вот, но они приезжают на 3-4 месяца на прохождение практических работ в наших лабораториях, это ежегодно, и я очень надеюсь, что в этом году, в конце осени мы тоже их примем. Ну вот для иностранных студентов, вот там какие особенности учебного процесса для них? Никаких особенностей нет. Значит, мы, значит, ну, во-первых, магистратура это уже штучная подготовка студентов, поэтому здесь очень важна индивидуальная работа как с научным руководителем, выводить он так и с ректорами. Значит, каждый студент, как было сказано себе, составляет фактически индивидуальную образовательную траекторию. Если студент, иностранный студент хочет обучаться на русском, обучаться на русском языке, пожалуйста. У нас в рамках программы двойных дипломов все обучаются на английском языке, поэтому никаких проблем с выбором языка нет, надо просто определиться своему студенту. Может быть, тогда пару слов вот для тех, кто поступает, сколько бюджетных мест, сколько по договору, вот чтобы примерно понимать, на что рассчитывать? 32 бюджетных места. Ну, по договору у нас, по-моему, два и более мы можем брать, ну, вообще 32 бюджетных места на эту программу. Вот можете ли вы, например, рассказать, какие современные, актуальные, действительно, проблемы могут решать выпускники этого направления? Ну, вот уже это... По-моему, пытали как раз все это сказать. Было бы сказал, да. Вот что более актуальнее, чем квантовая связь сегодня, я не знаю, что более актуально, как новые устройства для, ну, я называю микроэлектроника, можно сказать, наноэлектроника, там вниз уже не спустимся мы по электронике, там идут совершенно другие, и там тот спинтроника, валейтроника и так далее. Это фактически новые технологии, новые материалы для этих технологий, поскольку, естественно, что любая технология базируется на материалах, для того, чтобы перейти тот барьер, который сегодня стоит. Не можем мы больше увеличивать память компьютеров, не можем больше увеличить быстродействие компьютеров. Быстродействие мы можем увеличивать только за счет того, что накапливаем, строим суперкомпьютеры, но меньше, чем вот эти отведенные нанометровые технологии, никто не позволит сделать. Там возникают физические эффекты, которые не позволяют. Значит, нужно искать новые процессы и материалы для этих процессов, передачи информации. Если сейчас информация передается, ну, везде, в электронике за счет движения электрона, а движение электрона связано с переносом заряда, перенос заряда связан с электрическим током, а это вызывает процессы нагревания обязательно, то надо искать новый способ передачи информации. Пожалуйста, квантовая информатика – это передача информации с помощью, так называемых, запутанных фотонов специальных. Есть фотоника, где без запутанных фотонов достаточно хорошо все передается. Можно использовать другие свойства, как спин электронный, то есть магнитный момент. То есть здесь уже теплопотеря на уровень на несколько порядков меньше и быстродействие, и нет ограничений по таких по размерам. То есть здесь очень много проблем, которые могут быть решены. Это, грубо говоря, актуальная проблема в чем сегодня состоит? В том, чтобы переступить все ограничения, которые накладывают современные технологии. Это связано ограничение как с физическими параметрами, которые невозможно нарушить, физические законы не нарушить, и с созданием новых материалов, которые должны здесь работать. Я вам приведу всегда один очень хороший пример, я всем студентам привожу. В конце 19 века один физик в Германии по фамилии Вильям Рентген сидел и изучал загадочные катодные лучи. Там ему была оказана спонсорская помощь от одной богатой госпожи в Германии. Но никто не знал, что через 100 лет это изучение катодных лучей придет к тому, что ни один человек не сможет быть принят на работу без флюорографического обследования, потому что были открыты рентгеновские лучи. Вот здесь вот то же самое, потому что это, грубо говоря, создание материалов будущего. Материалы будущего будут определять лик будущего, будут определять ту жизнь, которая будет у нас через 10 лет. Никто не знал до конца 20 века, что магнитную запись информации можно проводить не в параллельном виде, то есть когда магнитный момент лежит в плоскости, а в перпендикулярном виде плоскости. Как только был изобретен перпендикулярный способ записи магнитной информации, емкость жестких дисков увеличилась сразу же на несколько порядков. В 2006 году, как встали эти магнитно-резистивные диски жесткие выпускаться, все, но это же предел, все больше не будет. Ну можете там вы еще пару-тройку терабайт прибавить к диску, но в принципе больше диска вы не получите, емкости. На порядок вы не увеличите, нужно искать какие-то новые способы записи информации. Вот до 2000 года вообще такая технология не была известна. С 2000 по 2006 год примерно это все шло. Но, кстати, я должен сказать, очень интересный, забавный факт, что в 1988 году, в сентябре, швейцарский физик Алекс Мюллер приехал в Казань на семинар и на столе, экспериментальном столе в аудитории в институте физики демонстрировал впервые высокотемпературную сверхпроводимость. Образец он привез, это Купрат, Итриевый Купрат, и впервые демонстрировал этот образец. Он его показал, все было замечательно. В ноябре он получил Нобелевскую премию. То же самое было в 2000, дай бог памяти, в втором, когда была по магнетизмам конференции в Казани, приезжал тоже будущий Нобелевский луряд, который рассказывал и рассказывал здесь как раз о гигантском магниторезистивном эффекте. Опять же, в ноябре он получил Нобелевскую премию. И я вам еще раз говорю, что приходите учиться в институт физики, делайте замечательные доклады в сентябре месяце, в ноябре ему гарантированно Нобелевскую премию. Ну, мы с вами обсудили учебный процесс, практики, что ждет выпускника этого направления, как поступить. Думаю, на этом можно постепенно завершать. И хотелось бы, вот теперь вы уже, да, уже здесь прослучали слова, напуственные какие-нибудь для тех, кто поступает, что вы можете рассказать абитуриентам? Ну, не ограничиваться, развиваться и приходить к нам в магистратуру. Да, ну я могу сказать, что самое главное, это, конечно, найти ту область исследований, которые нравятся, где получаешь удовольствие от работы. Вот данная тема, которыми занимаются по магистратуре перспективные материалы, безусловно, это из этой области, в частности, квантовые технологии, это то, что интересует сейчас очень многих. Так что приходите, будет интересно. Ну, а я добавлю, наверное, только то, что не нужно бояться этого предмета физика. Кажется, это сложно, но потом окажется, что в жизни все легко. Физик очень помогает жить всем. На этом Исталаев с Институтом физики Казанского федерального университета завершается. На ваши вопросы отвечали проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Альберт Вичтоюрский, заведующий кафедрой физики твердого тела Елена Валентиновна Воронина и заведующий кафедрой оптики и нанофотоники Алексей Алексеевич Кулачев. На этом все. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. Всем большое спасибо. 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 Спасибо.